Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы сегодня на студии IMPACT, и сегодня в эфире пастырь Ларри Бергенс и мое имя Ольга. Здравствуйте, пастырь! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы очень рад сегодня быть вместе с вами, если когда вы смотрите эту программу, может быть, сейчас утро или день, но в любом случае, если вы сегодня здесь, вы можете также позвонить своим друзьям, знакомым и сказать, включи сейчас эту программу и будьте вместе с нами. Добро пожаловать! Давайте мы начнем с молитвы, потом мы продолжим и представим, кто мы есть, и давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы приходим к Тебе и сейчас молимся за каждого человека, кто слушает и смотрит эту телепередачу. И пусть твое помазание, твое присутствие дотронется каждого человека сердца. May your kingdom come Пусть твое царство придет И твоя воля исполнится Сейчас Во имя Иисуса Христа Аминь Слава Господу И моё имя Пастор Ларри Бергенс И мы представляем церковь Новая Жизнь во Христе Иисусе И это моя жена Ольга И мы очень рады сегодня быть вместе с вами и разделять Слово Господа Мы служим Богу, который хороший Бог И сегодня Бог is going to minister to you Because He loves you Потому что Он любит вас Но перед тем, как мы будем продолжать и будем говорить о Слове Я хочу сделать объявление, что в эту пятницу This Friday This Friday we will be celebrating our six-year church anniversary Что в эту пятницу мы будем справлять юбилей шестилетия нашего служения And we are inviting all of you that is in the surrounding area here in Sacramento To come and celebrate with us on our six-year church anniversary И мы хотим пригласить вас Каждый, кто слушает Каждый, любой человек можете прийти вот на этот юбилей В эту пятницу И также в эту субботу В шесть тридцать вечера 6.30 in the evening 6.30 in the evening Amen God bless you And so that We're going to have an event У нас будет это происходить You know the address В городе Сакраменто И на углу Мэдисон Авеню И Хиллс Дэл Будет здание Чринити церкви И вход С центра Мэдисон Авеню В шесть тридцать вечера Будет хорошая разнообразная программа Также у нас будет гость Бишоп Симмонс будет с нами И в пятницу вечером И в субботу вечером И начало этого юбилея Будет в шесть тридцать вечера Пожалуйста Значит будет у нас Русскоговорящий ансамбль Молодежный ансамбль Потом значит угощения В пятницу вечером будут угощения Бесплатные угощения В общем приходите И пусть этот вечер Будет вам благословением Опять повторяю Это будет на Мэдисон В шесть тридцать Ноября шестого И седьмого В шесть тридцать вечера Если у вас есть какие-то вопросы Вы можете позвонить Наше служение По телефону Девятьсот шестнадцать Восемьсот четыре Сорок восемь восемьдесят четыре Аминь And we will have Now I know y'all like to eat Я знаю что Многие из вас любят кушать Ну а кто не любит кушать So we're going to have Some complimentary food We're going to have American food We're going to have Some Slavic food И угощения будут различные Немножко и славянской еды И так же будет американская еда And this will be A complimentary Это бесплатно Это вам ничего не будет стоить Amen So come out And enjoy yourself And help us to celebrate Six years Of church anniversary И пожалуйста Приходите И будьте с нами Вот именно в торжестве Справление Шесть лет Юбилея Вот этого служения Этой церкви Amen Amen Now I know This is the season now We're entering to the holiday season И сейчас мы как бы В сезоне Вот именно Начинается праздничный сезон And the weather is changing And a lot of people right now Are starting to experience Symptoms in their bodies И потому что погода изменяется Многие люди Они стали ощущать Какие-то симптомы В своем теле I want to share something With you today Ну я хочу сегодня С вами поделиться О следующем Because see I know That God Wants us To be well This season Ну я знаю Что Господь наш Он хочет Чтобы его дети Чтобы мы Хорошо себя чувствовали I want to share I want to share with you Just a brief For a brief moment The word of God Я хочу с вами Поделиться Сегодня Сейчас From the book of Matthew Chapter 8 Слово Бога Писание от Матвея И восьмая глава Now notice When people Begin to experience Symptoms Of sicknesses In their bodies И когда люди Ощущают Какие-то симптомы В своем теле A lot of them Still have the question God Is it your will To be Did I be healed It is God's will And I'm going to show you In the word of God Because see If we can Clear our heart And our mind Of that question It will be no problem For us to receive Our healing И это конечно Воля Бога И я хочу сегодня С вами поделиться В Писании Что говорит Писание Потому что Господь Он хочет Чтобы его дети Чтобы мы были здоровы И ходили В его исцеление Most of the time When people Are not receiving A healing They are not Standing in faith On the word of God Многократные люди Когда не получают Исцеление По такой причине Что Не стоят в вере Что Писание говорит Now Sometimes We have to We can't just push The word on people We have to Sometimes we have to Just wait And let them Let the people That needing healing Make up their mind That they need healing Or that they want To be healed Иногда Просто бывает Что не пихать Слово Божье Как бы На человека А подождать Пока Дух Святой Он будет Работать с этим человеком Что этот человек Он будет Готов Принять То что Писание Говорит И принять Вот это обещание But healing Is for Us all Not for just some It's for us all Но Исцеление Это для Каждого Каждого из нас I found in the Bible One place Where the question Came up Lord If it's your will Will you heal me Я нашел Писание В Библии Говорится Что Вопрос такой Задает Человек Бог Но Твоя Это ли Воля Чтобы я Был Исцелен И сейчас Мы будем Говорить Об этом И в Писание От Матвея Восьмая Глава И Вовтором Стихе И Behold There came А лепер И Нотвое Сед А лепер Came And Worship Him И Вот Подошел Прокаженный И Обратите Внимание И Кланялся Ему Сказал Сказал Господи Если Хочешь Можешь Меня Очистить You See This Man Who We Are Talking About This Leopard Man He Had A Death Sentence On His Life Because Of The Disease That He Carried In His Body Посмотрите Этот Человек Прокаженный Который Вот О Ком Мы Сейчас Говорим У Него Как бы Приговор К Смерти Потому Что Вот Проказа Поразило Его Тело Это 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 Как Люди Сегодня Доктор Дал Диагноз Болезни Которые Неизлечимы Может быть Как Рак И так Далее Когда Кто-то Получил Диагноз Как Раковая Болезнь Это Как Приговор На Смерть И Вот Этот Человек Что Мы Сейчас Зачитываем Писание Прокаженный И У Него Как Было Приговор На Смерть Потому Что Болезнь Которую Он Испытывает В Своем Теле Но Обратите Внимание Как Он Пришел К Иисусу Он Не Болезнь Прow Он Не Пришел Гордости Он Не Пришел Дем Не Пришел Требов Он Не Пришел Бост Он Не Пришел Как То Другим Способ Он Пришел Он Смиренно И Он Пришел Он Пришел Пришел Кланять Господу Допустим 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 Когда В Прославление Допустим Вы В Церкви Или Когда Дум Или Ред В Машину Если Вы Будете Ему Поклоняться Поклоняться Давать Ему Хвалу И Славу Обратите Внимание Что Атмосфера Вокруг Вас Будет Она Изменяться И Даже Сейчас Когда Я Говорю Именно Об Это Атмосфера Вокруг Вас Тоже Изменяется That Spirit Of Infirmity That Sickness That Disease Right Now In The Name Of Jesus Is Bound Notice The Leper Came Worshipping Lord He Came Worshipping The Lord And He Said If Thou Will He Didn't Know What God Will For Him To Be He Was He Was About He Was Decaying Alive He Was A Man Walking Around Decaying И Он Сказал Господи Если Хочешь Потому Что Это Прокажено Он Не Знал Если Это Воля Божья Если Господь Хочет Его Истлить Лепрозы Causes Parts Of Your Body To Just Drop Off И Вот Именно Проказа Она Настолько Такая Болезнь Когда Просто Частицы Тела Они Могут Просто Дроп Падать Именно Такого Люди С Таким Заболеванием Люди Они Не Могли Ходить В Масс Народа Потому Что Эта Болезнь Была Очень Заразной В Он Пришел К Иисусу И Стал Говорить С Иисусом У него Не Бало Прав Это Делать Но Он Все Равно Спросил Потому Что У Него Был Вопрос Я Представляю Как Люди Вокруг Иисуса Стояли И Видели Все Это Бегин То Скatter Because Of Fear Of Лeprosy И Они Может Даже Разбегались Потому Что Страх По Поводу Проказа Этой Болезни Can You Just See Jesus Sitting There Министering To The Crowd Of People Then All Of A Sudden You See That A Leopard Man Is Coming In The Mist Представляете Иисус Он Стоит В Группе Людей И Он Служит И Проповедует Людям И Вдруг Приходит Прокаженный He Did Not Come Fighting His Way In But He Came Into The Presence Of The Lord Worshipping But Because He Came Worshipping The Atmosphere Changed And He Said In Verse Number Two Lord If Thou Will Thou Canst Make Me Clean He Had A Question In His Heart And Version Number Three Says And Jesus Put For His Hand And Touched Him Saying I Will See If Jesus If You Have A Headache And You Are Praying God I Have A Headache Will You Please You Know And Then You Just Believe God For Your Headache To Be Heal It's The Same As Believing God For Leprosy Or Cancer Or Whatever God Wants To Touch Your Body When I Was A Young Boy I Was Very Sick And When God Called Me To Preach My Body Was Still Experiencing That Sickness That I Inherited When I Was A Child Growing Up I Didn't I No Money Didn't Money Didn't Have Any Insurance I Couldn't Pay No Doctor Should I Have Gone To The Doctor But I Heard The Word Of God And I Began To Believe The Word Of God And I Found Out That It Was God's Will That I Be Healed In The Book Of Mark Chapter 16 And Verse Number 17 The Bible Says And These Signs Shall Follow Them That Believe In My Name Shall They Cast Out Devils They Shall Speak With New Tongues They Shall Take Up Serpents And If They Drink In A Deadly Thain It Shall Not Hurt Them They Shall Lay Hands On The Sick And They Shall Recover I Didn't Have Anything All I Had Was The Word Of God And I Simply Believe The Word Of God And I Thank God I Need Healing I Don't Have Money I Don't Have Insurance And God Your Word Declares That I Shall Lay Hands On The Sick And They Shall Recover My Body Was Hurting I Had Two Hands And I Said God I Have Hands You Didn't Ask For The Apostle You Didn't Ask For The Prophet You Didn't Act For The Evangelist Pastor Teacher You Said If Anyone Believe And I Said God I Believe That Leopard Man He Said If Thou Will Because He Didn't Know He Did Not Believe But We Have The Word Today We Can Read What God Said In His Word And We Can Receive Our Healing I Was Sick Had No Money And I Said God I Have Hands And I Said God My Body Is Sick And I Laid My Hand On My Body And I Said God In The Name Of Jesus You Said These Signs Shall Follow Them They Believe You Said They Shall Lay Hands On The Sick And They Shall Recover I Laid My Hand On My Stomach And I Said In The Name Of Jesus I Rebute This Sickness God I Believe Your Word You Bore My Sicknesses And You Carried My Diseases And It Was By Your Stripes That I Am Healed I Receive My Healing Now And Then I Raised My Hand Just Like The Leopard Man And I Worship God I Said God I Thank You I Received My Healing I Bless Your Name Thank You Jesus And Minutes Later All The Pain Left My Body I Was Healed From That Moment On No More Pain No More Sickness And I Am Still Healed Today Because I Resolved The Problem In My Mind Is It God's Will For Me To Be Healed And I Found The Answer In The Word Of God That I Can Be Healed He Sent His Word Folks To Heal We Have A Right As A Child Of God To The Promises In His Word We Have A Covenant And Our Covenant Is A Part Of God's Divine Healing Because He Bore Our Sicknesses And He Carried Our Diseases And It Was By His Stripes That We Are Healed I I Going To Pray With You Now And I Pray Right Now In Jesus Name That You Simply Believe The Word Of God Just Just Me Didn't Have No Money Didn't Have Any Insurance And I Know There Are A Lot Of You Right Now That Are Listening To This Message You Don't Have Insurance You Don't Have Money You Can't Even Go To The Doctor Because They Won't Receive You Because You Don't Have The Way To Pay The Bill God Will Handle That Bill For You Right Now The Bible Says Have Faith In God Release Your Faith With Me Right Now Just Say Pastor I Believe What You Saying And I Believe God Want Me Heal I Believe Pastor And Today I Will Agree With You Because The Bible Said If Any Two Shall Agree As Touching Anything That Shall Ask Of Our Father It Shall Be Done Agree With Me Now As I Pray With You Father In The Name Of Jesus I Come Against Every Spirit Of Sickness And Disease I Rebuke The Spirit Of Cancer I Rebuke Heart Problems I Rebuke Blood Disease I Release The Anointing Right Now I Release The Anointing Right Now Father You Said Faith Coming By Hearing And Hearing By The Word Of God I Release Your Anointing Upon Those That Have An Ear To Hear What The Spirit Of God Is Saying Father Touch Right Right Now In Jesus Name Lay Your Hand Right Now On Your Body Where The Sickness Is Where The Pain Is I Rebuke That Pain I Commend To Go Now In The Name Of Jesus Christ The Son Of The Living God Father I Thank You And I Worship You And I Give Your Glory Lord God Because Your Word Is True Your Word Will Not Return Void Your Word Will Manifest Right Now In Jesus Name Your Healing Power Receive Your Healing In Jesus Name Thank For It Father Amen Glory To God Amen нами связаться через наш веб-сайт или по телефону 916-804-48-84 804-48-84 пусть господь благословит вас спасибо что вы сегодня вместе с нами и пасты god bless you and thank you for joining us today спасибо большое что вы сегодня с нами господь пусть вас благословит и у нас couple minutes we still have still have a couple minutes praise the lord i pray that you listen to this message over and over get it in your spirit let it settle in your heart пусть это войдет в ваше сердце that it is god's will for you to be healed do not accept no for an answer не принимайте нет на ответ because god's word is yay and amen потому что его слово это да и аминь he won't turn you away он не отвернется от вас he only wants you to believe он просто хочет чтобы вы верны mark chapter 9 verse 23 all things are possible to him that believe mark 9 23 all things are possible to him that believe god bless you спасибо большое пусть господь благословит вас и спасибо за ваше внимание до свидания до свидания до свидания по поведения до свидания до свидания азывождения 2 Субтитры создавал DimaTorzok